Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И как всегда мы говорим о самых интересных и важных событиях, которые происходят в городском округе Люберцы. Ну и с удовольствием приглашаем сюда людей, которые принимают активное участие в этих событиях и даже создают эти события для вас. Вот сегодня мы поговорим о спорте, в частности, о тяжелой атлетике, потому что у нас сразу два гостя в студии. Это Вячеслав Клоков, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион мира, рекордсмен мира по тяжелой атлетике. Здравствуйте, Вячеслав. И Сергей Чеберин, мастер спорта СССР, старший тренер отделения тяжелая атлетика, спортивная школа Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну, во-первых, сразу видно, что люди спортивные, это всегда приятно. Первый вопрос будет, может быть, нестандартным. Скажите, когда вы начинали заниматься спортом, вы планировали, а какими вы будете через 5 лет, через 10, и какими вы будете уже, когда уйдете из большого спорта? Вячеслав, сначала вопрос для вас. Тогда же стояли конкретные задачи. Не смотрели вы дальше, вперед? Смотрите, Советский Союз, когда мы были молодыми, существовал Советский Союз, и отбор происходил ранее, тренера приходили в школы, как это и сейчас происходит. И лично я со спортом дружу где-то порядка 6-7 лет, а в штанге где-то в 12 лет пришел. И в таком возрасте, конечно, мы не задумались о том, что будет с нами дальше, но любовь к спорту, она была бесконечная. И даже уже сегодня, когда мы взрослые, состоявшиеся люди, эту любовь к спорту и сопричастность к спорту мы через всю жизнь пронесли. И огромнейшую роль спорт сыграл лично в моей жизни. И само собой, это мое мнение, что для каждого родителя в отношении его деток спорт, это, наверное, одно из основных направлений, там, я не знаю, качеств, которые необходимо привлекать ребенка, потому что он даст очень много. Он даст дисциплинированность, он даст здоровье, вот. Поэтому даже вот как мы сегодня и собрались, будем говорить про Люберецкую школу, про ее тяжелоатлетики, про ее юбилей, где как раз вот вышеперечисленные качества тренерский коллектив прекрасный, молодой, эрудирный, образованный, профессиональный. Он сможет все эти качества дать. И это очень-очень радует, что такие школы существуют, что они сохранены, потому что... И они работают. И они заработают, да. Мы сейчас, да, поговорим, услышим еще вариант ответа Сергея. А вы думали о том, что вот как будет? Ну, вы знаете, я в спорте, как Вячеслав Иванович тоже пришел, активно начал заниматься где-то в возрасте 10-9 лет. Так и не ушел. И не ушел, не ушел. Ну, перепробовал достаточно много видов спорта и остановился вот на тяжелой атлетике. И, как ни странно, она оказалась мне, она дала дорогу в жизнь. Ну, вот мы сегодня будем говорить именно о тяжелой атлетике. Хочу поговорить и о большом спорте, и о спорте, вот, что называется, когда можно куда-то записаться, прийти и проявить себя. Да, возможно, кто-то пойдет дальше, кто-то просто на каком-то этапе будет заниматься спортом. Это, как вот вы сказали, сделает его действительно, может быть, дисциплинированным, хотя бы по отношению к своему здоровью. Но поговорим мы. У нас вот здесь на столе есть плакаты, которые называются «Юбилей. 55 лет» залу тяжелой атлетики в городском округе Люберцы, да? Ну, когда-то город Люберцы, я имею в виду, 55 лет. Легко посчитать, что это был 64-й год. Ну, расскажите нам, почему вы решили провести этот мастер-класс, я так понимаю, открытый, и еще будут какие-то выступления. Рассказывайте. Ну, наверное, я. А я покажу, давайте, вот так вот, да? Дело в том, что этот зал в Люберцах считается как бы то место, которое мека. Спортивным храмом, я бы так сказал. Да, да, да. Мека спорта, именно тяжелой атлетического. И не секрет, что в Люберцах всегда сила считалась, как бы уважалась и приветствовалась. Поэтому через этот зал прошли очень-очень многие молодые люди, не только чемпионы, но и в городе Люберцы. Откуда создавались потом подвалы, как движение Люберов и так далее. В хорошем смысле слова, да. Только в хорошем смысле слова. Многие ребята, которые тренировались в этом зале, уходили дальше и в спорт, и в жизнь, и всегда с теплотой вспоминали. Потому что всегда в этом зале были великолепный тренерский коллектив. Великолепнейший. Потому что я сам в этом зале 1978 года. Это 1978 года, да. И у вас скоро будет персональный юбилей. Да, да. Вот. Поэтому я всегда с огромной теплотой вспоминаю отношение к нам со стороны тренерского коллектива. Не важно, твой тренер, не мой. А всегда это было очень, как бы, запоминалось. Поэтому вот этот вот все наш монолит создался. И на основании вот этого мы решили провести. 9 ноября. 9, да. В поле 12 часов. И что это будет, что туда можно прийти? Да, конечно. Это совершенно свободно можно прийти, свободно. Никаких денег платить совершенно не надо и не нужно. Там приедут к нам очень хорошие гости. Олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, которые знают наш зал, помнят наш зал, которые хотели бы посмотреть, что за эти 55 лет изменилось, не изменилось, вспомнить, встретиться с товарищами, с друзьями. Поэтому у нас будет сначала официальная часть, это представление наших гостей. Потом наши воспитанники нашей школы покажут небольшой мастер-класс, выступят перед нашими дорогими гостями. А после у нас будет фотосессия, раздача автографов и небольшой пресс-интервью с любым чемпионом. То есть получается, что такой центр тяжелой атлетики в этот день будет в городском округе Люберцы. Я вот еще хотел Вячеславу вопрос такой. Как удалось сохранить зал, потому что это же все-таки, ну, эти вещи всегда под каким-то особым контролем. Можно было там склад сделать в 90-е годы или еще чего-то, или кафе, видеосалон. Как удалось, Вячеслав, как все эти? Давайте, наверное, начнем с того, что развеять некий миф в отношении самого вида спорта тяжелой атлетики. Давайте развеем. Ну, не то что миф, ну, иногда не растут дети, еще там тяжести, болеть будут, что-то. Это, конечно, мифы. Почему? Вот смотрите, сам вид спорта тяжелой атлетики – это, наверное, один из немногих видов, который применим в той или иной мере практически во всех видах спорта. Так поэтому тяжелая атлетика является, по сути, одним из постулат вообще в спорте. Девиз олимпийский какой? Быстрее, выше, сильнее. Да, сильнее – это тяжелая атлетика, конечно, она везде присутствует. Что необходимо? Необходимо грамотный тренер вести, потому что загубить здоровье ребенка, неважно, взрослого, можно в любом виде спорте. Если грамотно, то, естественно, это будет только во благо. И что самое ценное, и за счет чего он выжил – это традиции, преемственность и уважение к прошлому. То есть эстафета, эстафетная палочка передавалась из поколения в поколение, и сегодня ее несет Сергей Ильич, как старший тренер. А Люберцы – это действительно даже очень давно, и сегодня это промелькнуло в разговоре, действительно течение Люберы в негативном плане. А о чем это говорит? Вот именно город Люберцы тогда всегда воспринимался синоним, ассоциация сила. Сила-то, вы понимаете? И традиции, они существовали всегда. И детишки, взрослые, они шли в эти виды спорта, где присутствуют и вас, и культ силы приветствуются и тренируются. И, естественно, этот зал всегда шли, шли и шли. То есть это уже на уровне традиций? Конечно, он был бы закрыт, но как ты закроешь, когда там все кипит, работа? И такие люди? Да, и выдавали, Коннегин – чемпион мира, я был чемпион мира, рекордсмен мира, Калеватов. То есть не просто кипело, а там детишки выдавали в спорт высших достижений. Поэтому эти традиции, они всегда на плаву его держали. И сегодняшнее вот это мероприятие, которое состоится после завтра, 9 ноября. Ведь кто прилетает? Тараненко. Это человек, до сих пор, которому принадлежит самый долговечный рекорд мира. 266 килограммов в толчке. Он прилетает с другого государства всего на один день. Отдать дань уважения. С Волгограда олимпийский чемпион Петров и плюс бронзовый призер. Отдать дань на уважение. Сильнейшая сегодня Таня Каширина наша. Последний российский чемпион, олимпийский чемпион Петров, злитки Берестов, Дима. Это все дань уважения. Потому что сохранено, преумножено и продолжает жить. Мы создали структуру, которая единственная в стране аккумулировала, привлекла всех лучших спортивных медиков, биохимиков, физиологов. И разработали проект, который уже запустили вовсю работать. Не только в тяжелой атлетике, а и триатлон, большой теннис, фигурное катание, художественная гимнастика, легкая атлетика. Не допинговые технологии спортивной подготовки. Это о чем говорит, что не просто тренеровская работа, а работа в зале идет. Но мы и думаем о сопровождении, сохранить здоровье и выдать результат. Комплексом думаем. То есть сделать это на научном уровне. Это очень важно. Не просто тренировать, а восстанавливать. А это и есть здоровье. Вот мы во второй части поговорим о самом виде тяжелой атлетикой. И немножко поговорим о большом спорте. О, извините, фитнес-клубах. Мне просто интересно тоже ваше мнение. Почему? Потому что на сегодня не все знают, как правильно заниматься спортом. Как добиваться там успехов. И всегда ли вы делаете все правильно для вашего собственного здоровья. Буквально через некоторое время вернемся в студию. Это программа «Открытый диалог». Мы продолжаем сегодня разговор о тяжелой атлетике. Точнее разговор, который посвящен юбилею спортивного зала. Представляете, это само по себе уникально. 55 лет исполняется залу тяжелой атлетики в городском округе Люберцы. И здесь у нас находится хранитель, я так понимаю, сегодняшний хранитель этого зала. Сергей Чеберин, мастер спорта СССР, старший тренер отделения тяжелой атлетики спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. И Вячеслав Клоков, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион мира, рекордсмен мира по тяжелой атлетике. И это только всего лишь несколько званий, которые у него уже находятся за спиной. Вот прежде всего первый вопрос. Сегодня мы знаем, что существует такое понятие, как фитнес-зал. Люди покупают абонементы, ходят. Причем одно дело, когда это ребенок, которого приводят, которого, наверное, опытный тренер. Например, есть хорошо, если еще врач, посмотрят, куда лучше, как можно, нельзя. А есть люди, которые работают и ходят, что называется, потаскать железо. Я тоже когда-то пытался этим заняться, но, слава богу, это произошло уже довольно поздно. И мне сказали, что лучше мне поближе к бассейну находиться. Вот, скажите, пожалуйста, вот те люди, которые очень часто занимаются в спортивном зале, они не рискуют сегодня без специальной подготовки своим собственным здоровьем? И так ли все правильно наши фитнес-клубы, все центры оборудованы той самой техникой, которая безопасна для простого человека? Начнем, наверное, с Вячеслава, как тех, кто должен любить железо. Да, спасибо. Значит, смотрите, в отношении фитнес-центров я буду говорить только за себя. Конечно, можно только приветствовать вот это массовое, очень большое открытие всевозможных форматов залов. В принципе, для любого эконома, там, мидл-класс, элитные, да. Каждый может найти. Да, это очень здорово. Я не буду вглубь внедряться по качеству оборудования. Считаю, в целом, это очень здорово, потому что есть куда человеку прийти, поправить здоровье, сбросить стресс, заняться фигурой и так далее. Но с моей точки зрения, потому что я всю жизнь был в спорте, да, и профессиональном, и чиновник, и общественный деятельный, все касается спорта, опыт колоссальный. И, конечно, самое слабое звено – это кадры. Потому что в основной своей массе, кто такой тренер в фитнес-клубе? Человек окончил какие-то курсы там, какие-то курсы там, у него есть корочки, все. Еще массаж, параллельно. Ну, я про массаж, и все. Ну, конечно. У него, а, отсутствуют знания, неважно, анатомия, физиология, там, физиологические процессы, биохимические. Он, как большинство, я не про все говорю, но это основная масса, он не был в спорте, то есть он технически не понимает технику исполнения упражнений. Вот это, с моей точки зрения, самое слабое звено, и государство тоже это понимает, поэтому ряд мер предпринимается, там, аттестация какая-то, ну, скорая, кстати, вступит. Вот, поэтому, с моей точки зрения, вот именно фитнес-индустрия, она, это дело очень хорошее, это очень нужное, но любой кошелек, слабое звено, я назвал, это преподавательство. Ну, просто я, о чем говорю, мне кажется, с вами соглашусь, потому что вот приходит человек, да, ну, предположим, по возрасту, да, нормально, все еще, так сказать, безопасно с точки зрения каких-то таких серьезных проблем, ну, там, 25-30 лет, ну, какой-то лет 10 у него был перерыв, да, он приходит и начинает сразу тянуть это железо. Он что-то посмотрел на соседа, о, о, ну, давай я тоже начну, и так далее, и тому подобное. У нас нет, на мой взгляд, сегодня культуры, просто есть вот большой спорт, да, такой супер, где люди занимаются вот на уровне, да, уже научных исследований. Есть массовый спорт, который у нас в свое время был в определенном загоне, в том числе, хорошо, чтобы был у вас зал, а таких залов должно было быть, наверное, гораздо больше. И сегодня человек приходит, ничего не зная, да, доводит иногда себя до какого-то истязания. Может, до инвалидности. Да, и может к инвалидности привести. Так вот, могут ли сегодня большие спортсмены, организации с опытом, внимательнее относиться к этому? Почему нет этого мостика между большим спортом и так называемым массовым? Вы понимаете? Вот вы правильно сказали, что существует большой спорт и массовый спорт, а третьего звена, оно выпало. И, возможно, где-то начинает это все становление, но, да, существует, есть академия физкультуры, где преподают, где выходят выпускники, которые в процессе, владея каким-то определенным своим видом спорта, они приходят в спортивные школы. Ну, может быть, не нашли себя в спортивной школе, уходят в фитнес-центры. Вот, но все зависит, тут человеческий фактор, все зависит от того же спортивного инструктора, который приходит и будет преподавать. У меня, кстати, очень есть хороший пример, наши ребята, выпускники нашего зала, они учатся в академии физкультуры, кстати, очень хорошая преемственность, очень хорошая, преподают там элементы тяжелой атлетики, силовые виды спорта, какие-то определенные, паролифтинг и так далее, там подобное. И у нас с ними связь такая, что они подмечают, приходят же с семьями, приходят, вот, и подмечают каких-то мальчиков, каких-то девочек, рекомендуют. Школа закладывается, мы закладываем эти все вещи у нас в зале, поэтому они понимают, к чему это все приводит, в плане здоровья, в плане, если действительно талантливый мальчик или девочка, они рекомендуют обратиться к нам в зал. И уже на профессиональном уровне. Но, опять же, это все зависит, конечно, и от родителей. Хотят родители видеть своих детей профессиональными спортсменами или не хотят? Это уже другая сторона вопроса. Поэтому качество преподавания в центрах, это все очень и очень индивидуально. Но есть возможность, что когда-то это наладится? Да, да. Скажем так, фитнес-истерия, в таком немножко негативном смысле, она началась, в общем-то, недавно. Может быть, все встанет на свои места и появится этот мостик? Может быть. Я бы хотел это видеть. Теперь другой вопрос. Это уже Вячеславу я хочу адресовать. Он тоже как бы вытекает из нашего разговора, но в другом плане. Сегодня мы видим, что многие родители, вы часто говорили о детях, о родителях, о спортивной составляющей, иногда вдруг понимают, что на спорте же можно и заработать. И начинают с этого своего маленького ребенка качать, делать из него какого-то спортсмена. Ну, то есть, даже не рассматривая в нем уже как живого человека, потому что ты должен там заниматься фигурным катанием, ты должен заниматься боксом, потому что ты посмотри, какие деньги приносят и так далее. Вы сказали в нашей программе, что спорт прекрасен и так далее. Но так ли безопасен и прекрасен сегодня спорт высших достижений, когда человек, если он слабоват с точки зрения какой-то своей стержневого основания, слабоват в плане своей морали, или когда на него влияют, заставляют заниматься спортом, потому что это деньги. Вот где та граница между действительно настоящим спортом высоких достижений и спортом высоких достижений, которые калечат людей. Давайте я немножко буду отвечать на ваш вопрос, но вернусь в предыдущую тему. Легко, легко. Вы затронули профессиональный спорт, массовый спорт. Я вам скажу так, это опять же свою точку зрения, что наличие фитнес-индустрии и количество занимающихся там, это не спорт, это не массовый спорт. Это занятие физкультуры, физической культуры, это очень хорошо. Есть тренажеры, есть гантельки, резиночки, неважно, беговые дорожки, он занимается для здоровья. Это физическая культура. Массовый спорт, это уже категория, все-таки вот эти детки, да, это здорово, это массово, это классно. Классно, когда хорошие профессиональные тренера, поэтому детей, конечно, желательно вести. Не фитнес-центр, а спортивные школы. Где профессионалы. Где хорошие тренера, которые закончили вузы, все. Которые мы этим учили, да. Конечно, да. И они, я же наблюдаю, как вот даже в этом зале, как занимаются с детишками, они бегают, прыгают, играют в пинг-пон, там борются, то есть общеразвивающие упражнения. И одновременно идет освоение технических навыков. Все, он сформировался, и уже начинаются дозированные нагрузки. Это все абсолютно идет во благо и для здоровья. А уже тот, который себя очень зарекомендовал, у которого есть задатки действительно вырасти, перейти в категорию профессиональный спорт, там уже сами тренера с этими родителями поговорят, покажут перспективу, и уже за ним решение действительно... Да или нет. ...принять эту узкую специализацию или нет. То есть вот в отношении как раз вот именно Либеретской школы тяжелой атлетики это выстроена вертикаль шикарно. Поэтому детишек можно смело отдавать сюда. Теперь переходим в второй вопрос. Он даже немножко касается темы вот того, что вы говорили, изучения состояния, физического состояния человека. Вот смотрите. Насколько этот спорт сегодня полезен для детей? Да, вот смотрите. Ведь определение биологического возраста ребенка, прогноз роста, специализация. Что это такое? И это является ответом на ваш вопрос. Что это такое? Биологический возраст. Его надо определить. Потому что, условно говоря, ребенку 11 лет. А ему может быть... Это паспортный. А биологический может и 9 быть, и 13 лет. 13, он акселерат. Ему надо уже более серьезную нагрузочку давать. Он созрел. А который 9, он отстает. Его нельзя грузить. Это надо знать. И это очень важно. А что у нас происходит? Грубо говоря, мальчик из-за природы заложила, что у него медленные волокна. Он стайр какой-нибудь там предрасположен, марафонит там, да? А его родители тащат в хоккей в 6 утра с баулами. Он не спит, уроки не может делать, плачет. А его ведут туда, где надо все быстро. А он физиологически к этому не предрасположен. Понятно. Это что такое? Это насилие над ребенком. Они убивают. То есть, резюмируя сказанное, потому что мы уже должны прощаться, хотя вроде только все начинается. Все зависит и от родителей, и от подхода того или иного педагога, тренера, тренера школы. В данном случае зала тяжелой атлетики городского округа Люберца, который 55-летие отмечает 9 ноября в полдень. Вот туда вы можете прийти и посмотреть на мастер-класс действующих людей, которые туда ходят, спортсменов. Последнее, что я хочу сказать или спросить. Вячеслав, вот скажите, а зачем вам было идти в тяжелую атлетику? Ну вот грузы тягать. Когда хоккей, футбол. Когда тебе в 6-7 лет привьют любовь к спорту, ты уже не можешь без спорта. А вот и последний вопрос к Сергею. Скажите, пожалуйста, вот что стоит задача перед спортсменом по тяжелой атлетике? Это же все время в голове выше. То есть, это тяжелее и тяжелее. Тяжелее и тяжелее. Где предел-то? Предел? А предела нет. Предел это все как бы в голове. Предел. Дело в том, что тяжелая атлетика подразумевает, как и другой вид спорта, это большое трудолюбие. Вот, характер. И если ты действительно любишь этот вид спорта, ты уже не задумываешься, что там будет тяжелее, не тяжелее. У тебя стоит мечта и цель поднять больше. Вот. Над этим работаем, тренируемся. Вы как-то крестите эту штангу, что-то там сдувать. Просто мы когда смотрим, да... У нас есть, кстати, у нас есть, есть, есть. Я думаю, что в любом виде спорта есть свои определенные такие вещи, которые у нас как бы табу. Мы нельзя перешагивать через штангу. И мы учим детей это отношение к снаряду. Поэтому и снаряд... Он перешагнет через стебель. Пенать нельзя. То есть у нас в зале... А вот когда бросают... Меня это вызывает негативные ощущения. Поэтому снаряд мы всегда относимся к с любовью. То есть он не виноват. И его как бы осуществляем. Вот. Поэтому... Просто я сейчас вспоминаю и думаю, что завершим эту программу. Мы когда там Олимпийские игры, когда идет первенство какое-то, а у вас есть возможность вот в эту субботу посмотреть все это в реальности. Интересно наблюдать за глазами спортсмена, за его подходом, за каким-то таким... Вроде как спокойствие. А какое там, да, внутри... Вулкан. Вулкан. И ты вместе с ним эту штангу поднимаешь. Мы же вместе с вами, Вячеслав и Сергей, поднимаем эти тяжелые предметы. Только вы это делаете как супер-мастера. И грамотно-профессионально во благо его здоровья. Да. Вот во благо здоровья, чего и всем нашим телезрителям мы желаем. У нас в студии сегодня были Вячеслав Клоков, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион мира, рекордсмен мира по тяжелой атлетике и Сергей Чеберин, мастер спорта СССР, старший тренер отделения тяжелой атлетики спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Спасибо вам большое. Успехов вам в мастер-классе и в большой программе, которую подготовили для юбилея зала тяжелой атлетики городского округа Люберцы. Это была программа «Открытый диалог». С вами Ункар Пивненко. До свидания.